Каждый год торжественная линейка в честь открытия третьего трудового семестра в Университете имени Пушкина начинается с возложения цветов к вечному огню и минуты памяти на святой земле Брестской крепости. Почетные гости мероприятия – надежные партнеры вуза в деле организации вторичной занятости студентов. Это директор мемориального комплекса Григорий Бусюк и первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сигенюк. Конечно же, трудовой семестр очень важен для студентов. Во-первых, после напряженного интеллектуального труда у них есть возможность проявить свои трудовые навыки, а соответственно, когда в труде формируется здоровье и здоровый образ жизни и так далее. Поэтому это замечательно. И, конечно же, очень хорошо то, что проводим открытие третьего трудового семестра в Брестской крепости, на этой священной земле. Я хочу пожелать ребятам, конечно же, вот этого желания работать на благо своей страны, учиться, работать после окончания университета в своей стране. А в том, что они патриоты, они показывают и свою учебу, и своим отношением к делу, и любовью к своей стране. Хочется сказать, что действительно трудовое воспитание молодежи – одно из основных направлений деятельности БРСМ. Этому движению уделяется огромное внимание в территории Брестской области, со стороны органов исполнительной власти, со стороны организаций, которые принимают студенческие отряды. Здорово, что у нас объявлена уже и молодежная стройка. Это будет строительство с инокомплексом в Пинском районе. За зиму мы насобирали множество заявок со стороны организации предприятий, которые готовы предоставить места. И сейчас мы будем стараться все эти заявки удовлетворить и, конечно, удовлетворить потребности студентов. Работа в студотрядах – это прекрасная возможность провести лето сплоченным коллективом, найти новых друзей, приобрести дополнительную специальность или первые навыки профессиональной деятельности. Кроме того, этот труд оплачивается, что позволит почувствовать себя самостоятельным. Кто-то в этот раз впервые войдет в состав студотрядовского движения, а другие, как отряд «Новое поколение», не только имеют большой опыт, но и признание на уровне всей республики. Наш отряд по итогам 2021 года стал лучшим педагогическим отрядом Республики Беларусь. Мы стараемся поддерживать эту планку. Этим летом мы уже едем в детский национальный лагерь «Зубрёнок». Готовимся, подготовка идет полным ходом. Если душа лежит к детям, добро пожаловать в педагогический отряд. Золотые руки нужны в строительном, сервисный оказывает необходимую помощь в работе вуза, а медицинский – в поликлиниках и больницах. Но есть и те, кто по зову души работает за простое человеческое спасибо. Это всегда готовые прийти на помощь ребята-волонтеры. Наш волонтерский отряд сейчас помогает на централизованном тестировании, в приемной комиссии, и также мы помогаем организовывать детские праздники. Я считаю, что добровольческие отряды очень нужны и могут помочь действительно людям. И мы действительно сплочаемся, умеем дружить и общаться. В прошлом году студотрядовское движение охватило более 3,5 тысяч юношей и девушек области. В этом году планируется не снижать планку. Поэтому пусть третий трудовой семестр будет плодотворным, а все ожидания от него оправдаются в полной мере. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания «Буктово».